Продолжение следует... 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 Просто отказаться я не мог по моральным принципам. Столько они подготовились, сколько они там людей, берут отпуска, в какие города в Англии ехать. И вдруг ничего нету. И главное, что я смело говорю, сейчас отсканировать надо будет одну страничку, что нам ответили в консульстве. И я не повинен перед ними-то. Я знаю, что они начнут говорить, не могли уделить время. У меня разнояжено, когда во Франции, когда в Финляндии выступать. Я думаю, что они поймут. Но мы им предложим взять автобус, под Ла-Маншем пробежаться к нам во Францию. Ну, Тихо, там очередь какая-то стоит, когда им понимать. Они не задумываются даже никогда. Вы знаете, никогда такого не было. Столпотворение. Я же смотрел. В визовом центре где. Ужас. Просто, знаете, как улица какая идут. И главное, они заранее договариваются, нигде такого нет. Даете деньги, а визовой сбор больше, чем в какой-либо стране. И деньги назад не возвращаются. Я дал, они мне ничего не дали. Да мало ли, еще поганую печать поставили в паспорте, чтобы в другой раз ко мне присмотрелись. Ясно, что мы вообще за рубеж не пойдем. У меня нечем идти. Я иду за раме. А это все заканчивается. Тысяча экземпляров всего. Если будет, то на будущий год по неполному комплекту, где-то там за Москвой, все равно придется проехать. Ну и вот, мы никак не могли раньше. Мы настолько неопределенно. И не звонить не могу, и не говорить. Просто стадия ожидания. Благочестивая им тракт молчания. Мы замерли. И вчера приехали. Там тоже ставка понравилась. Большой морской контейнер. 12 или 13 метров длины. Все разложить сумели. Значит, вот эти вот связанные, которые, это неполный комплект. Три. Три самых таких вам доверенных человека. Толкование Нового Завета. Откровение. То есть, от того же Нового Завета, без первого, первого монета, но и до Евангелия. Ну, остальное все здесь. И вот эти вот пачки. Разрешите доложить. Все выполнено. О чем мы разговаривали? Ну, выполнили. Я ему дали смс, сказали, из дома никуда не уходи. Собирай друзей. Выговорил нам, не мог раньше, не мог. Неопределенно наше положение. Мы еще в общем-то там ходили, крутили. И как, сегодня мы до обеда почти только книги раскладывали. Это надо их разложить. А это 3800 килограмм. Представьте, а потом надо нам разложить в каком порядке. А потом по одной брать, распечатать. Там море бумаг этих. И теперь нам натаскать вот такое вот, что получилось на две коробки. А машинюшка-то какая? Ну, держи тканек пока. Значит, нам нужно сейчас... Так, вот шофер. Я говорю, мы остановились, и поэтому надо... Кто знает шофера, помочь. Что ему надо? Там сменить масло. Ну, и не ремонтировать это. И грин-карта где-то здесь продается. Чтобы мы в шахтах, где в прошлом году была ставка наша. Ну, заехать надо с хозяином там, не даром. Он пилил, я ему щипнула. Ну, пусть сухожилия все перерезала. Надо просто навестить его. Чтобы мы там только навестили и не задерживались. Нам задерживаться не надо. Идем мы в Северную Осетию, Грузию и в Турцию. Новый путь открылся с того... Это Украина нам показала. А раз туда, значит, у меня уже мысленка. А раз там был. В прошлом году, тем более, шесть мусульманских стран позади было. И как они принимали вообще. Даже это надо видеть. Вот мы незнакомые. Поздоровались. А куда вы едете? Откуда едете? А чем питаетесь? А вода там плохая. Вот где-то. Открывают магазин, а они в магазине работают. Они что есть в магазине, они все нам тащат. Ну, сфотографировались, им послали благодарность. Вот и все. В Чечню не ездить. Там только голову режут. Два раза дуле не режут. Выходят, спрашивают кого-то, мы там с ними живем. Почему? Потому что за нас молятся многие. И мы верим. Искренне верим в нашего Спасителя Христа. Он путь этот устрояет. Были верим в Махачкале. Попросились там, видишь, комната намаз. За совершение намаза. Запертое. Мы сказали директору. Мгновенный звонок открыли. Мы зашли, разулись, как положено. Помолились крестным знаменем. Я в стране этой, я в мусульманах, о всем. Все там интернете. Пошел в мечеть мусульманную. А они по стенам сидят, видно, между богослужениями. О, как они смотрели строго. А когда я помолился, встал, гляжу, они вокруг меня уже стоят. Ну, дальше началась беседа. Это Бог открывает сердца. У нас подход один. Людям дать два слова, чтобы поверили. Библия и Христос. Я не нападаю, не разбираю. Сысоев тот грамотный был. Он разбирал Мухаммада. Он разбирал. У меня отдельная книга. Вот. 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 Подними ее. Вот. Книги, видите, одного названия, открытым окном. Тридцать томов, и все разные. Такого не бывает. Вот. Вот. У мусульман любимый свет. У них зеленый. Зеленый. Здесь Коран. Сура, аят. Разбирается во свете Библии. Такого материала вообще никогда не было. Сюда поверните. Без всяких нападок, без всего. На дуге кто? Ну, чтобы по корочке можно было определить. Вот. Здесь вот. Достаньте одну. Вот эту возьмите. Вот. Есть такая национальность евреев. Они любят золото. Это вот про них золотого света и три тома. Что за 3600 лет было сказано и разбор Талмуда. Каждая книга 750 страниц. Это как... Тут она встала. Где-то мы были в каком-то... Бахчисарай или как? Бахчисарай. Бахчисарай. В Крыму. Ну, она начала смотреть. Тут что написано. Против Мухаммада. Там Гаммеда. Тут другое. Я говорю. Вы смотрите дальше. Это выписка из книги. Там Дамаскина. Седьмой век. Восьмой век. Ага. Тогда дело другое. Я должен разъяснить. Что это... Я нападаю. Но тогда. Моей-то вины никакой нет. Это святое. Канонизированное церковь. Просто люди этого не знают. Он говорит. Какого антихриста избираете? Куда вы идете? Он имеет полчаса сатанинское. Губит душу православную. Я выписал все. И сделал крупную. Причем тут я, когда это все известно. И притом из жития святых. А книгу от «И жития святых» выпустила патриархию. Ну, лет семь, наверное, назад. Но они... И тут их там не видно. А здесь они отдельно выбраны. Просто сгусток энергии. Вот это то, что здесь есть. Это вот новый завет. Вот. И для слова Божьего они... Ну, кстати, четыре книги подарены Путину, Медведеву, Патриарху. Они видели библиотеки у них. За две тысячи лет впервые вышел с откровением весь новый завет. И мы сами раскрасили лучший иллюстратор Геслава Даре. Вот он. И типа такой. Так что это... Видели, как сделано подарочным. И цвета под цвет российского флага. Белый синий. Это все Сергей. Он достойный. Пусть он теперь, как маршал, руководит войсками. На это не надо смотреть, что он лежит. Лежа он больше увидит. Мы-то бегаем глазами туда-сюда бродим. А он видит только небо. Ему это дано. Ну, брат. Теперь просьба. Прими дары эти. Дорогой. Принимаешь? Принимаю. Все, вы хозяин этого. Тут смотри, сам где и как. Но это уже наши, что сольки не доели сибирские в тайге. Продают. Легко жуются и... Больше ничего нет. Все остальное пропадает. Потом я зайду еще с ураганом. У нас собака охраняет дорогу. Собака это... Ну, не просто дворовая собака. Чемпион России. Подзащитная коронавирус-служба. Ну, на выставках она получила золотые медали. И она с нами едет. Мы ночуялись в полосах, где в степи прячем машину на ночь, чтобы ближе к ближайшему городу попасть. Там районный центр. В прошлом году мы проходили по вашему городу. Мы были? Нет, нет. Не получилось у нас. Не получилось. Ну, просто некуда. Мы опоздали. А сегодня-то уже все закончилось, да? Уже все сидите. В национальную библиотеку. Так. А кто бы из вас мог это сделать? От нас передать им и... Конечно, Игнатьевич, это мы сделаем. А? Сделаем. Сделать. Значит, я оставлю бумагу, которая... Они там подпишут, что такой-то перечень книг, и мы обещаемся хранить книги, чтобы они были доступны для читающих. Ничего там такого нет. Эта книга находится в библиотеке имени Ленина в Москве. Историческая, это вторая по значимости. И парламентская в Москве. В прошлом году мы очень много ездили по Украине. Видишь, как где-то все. И в Киеве есть книги, и в Харькове. Прошли весь Крым вдоль и поперек. И там, где Кадлеры туда пробрались. В Сочи. А нынче там ход закрытый. Это Бог так сделал. Мы были... Какой город там? Крымск. Подопты. И они говорят, ровно мы приехали в годовщину, когда там погибло много людей. А там... Мы уже побыли на Владивостоке находках. Через год мы уехали, а там наводнение. Вот мы где-то между ними, и сами того не знаем. Бог провел там наводнение, и там. А мы между ними попали тогда. А раньше на год, а тут на год позже. Ну и остальное для Бога. Здесь ответы на 4124 вопроса ответа. Да, да. Визитки-то не принесли. Ему, создателю визитки нашим. Мы перекидывались, чтобы она лучше выглядела. Эта визитка-то более красочная. Ну и вмещала всю информацию. И вот Сергей тут старался. Сколько там, наверное, раза три переделывали. Я вам сейчас дам? Раз пять. А? Пять раз или шесть. Пять раз? Я еще убавляю. Думаю, как бы не приняли лишить. Вот это наша визитка. Там что-то упало у вас. Да, это упал у меня. Подвидите-ка этот. Он зря лежит. Возьми его. Это вот наш корм, наш сайт. Все, что есть на нем. Ну а остальное... Принеси, просто ему побольше положите. Что-то было. Так. Хозяйке просьба. Вы нам рубашки позволите постирать? Да. Потому что мы уже выехали на 27-го. И все это в пыли и такие... Вот вынесли. Больше мы ни в чем не нуждаемся. У нас все с картошкой, крупой. Автономное существование. Тогда придется первое, второе занести. Но какой-то переложить ящик. Мы не можем коробки оставлять. Потому что нам в следующий раз перезаряжать, а коробок не хватает. Эти книги отдельно где-то выложим. Вы достанете коробки, положите. С ними расскажете. В интернет заведете, где зайдут они. Ну и может кое-что от серой копировки. Где находятся книги. Книги находятся в 444 библиотеках стран мира. В прошлом году мы шесть мусульманских республик, прошли 15 государств. А сейчас не знаем как он у нас будет. Дойти надо до Афин. Афина это в самом конце. Там оттуда переплыть в Италию. А тут уже с Франции и, думаю, через Испанию до Португалии. Весь центр России. Это Европу взять. И потом перейти на Скандинавию через Данию. А потом переплыть в Прибалтику. А потом уже возвращаемся, заряжаем и уходим к Мурмурску в целом. По тем областям. Ну, потому что больше нам там не бывать. И здесь больше не бывать. Мы все делаем, как бы прощаясь со столь великим делом. Все это в интернете. Это понимают. И отец Кирилл что там говорил. Он очень понимает это. Тем более Сергей все знает. У меня еще не ладится. Сразу к Сергею. Сергей там что-то в интернете не ладится. Гляжу перехватил. Отсюда руководит. И видно, как стрелка обедывает по экрану. Представь себе. А да, Господь как делает. Вот. А я говорю, если бы ты был вот так, какой ты был, до встречи с бревном-то. Да ты вообще, даже никто тебя не знал-то. А так на весь мир дело-то делаешь какое. Еще рецензии такие дает. Да и надо заступаясь. А там в другой раз схватиться с какими-то. Они на меня нападают. Даже жалко его станет. Ну, вы покажите хоть что-то против. Они еще антипатия. Потому что она связана с тем, что человек не такой, о чем мы говорим. Это святая Библия, по которой нас Бог будет судить на страшном суде. Живи или отрицай. Это выбор твой. Ну все. Я выставил три дня назад ролик, где вы напророчествовали Николаю Леонову. Как вы сказали ему, ты говорит, если не изменишь позицию свою, до 50-летней доживешь. Я вот этот ролик сейчас выставил и там люди смотрят сейчас. Вот конкретно. Он не просто, как это, семинарист, он вот чемпион мира по... Тикбоксингу. Там священник один сказал. И о войне. Он воевать надо. А я доказываю, согласно Слову Божьему, мы христиане, мы мирные люди никак. И он попадает, его убивает. Уже похоронили. И с ним нет ни одного. Только мои беседы. Так один. А там три их ролика. Три разных. Там Румыния где-то еще посол идет. По Румынии можно найти. Ну, видите как. Его нету, я живу. 10 июня мне 75 будет. Дело в том, что он пошел не воевать, а с ранеными. Помогал раненым. Да. Так говорят. Мы не знаем ничего, кроме того, что одна сторона говорит. КАМАЗ. Взорвали КАМАЗ. В КАМАЗе было 35 человек. И все в кашу. И убили. Там скорая помощь отдельно шла. Все расстреляли из вертолета и так. Мы не знаем за что, но догадываться примерно можем. Некоторые говорят, может это загей парады, которые там устраивают. Я считаю, это не главное. Главное то, что Украина полностью пошла на поводу еретиков. Всякие ереси. Центр ересей. Там и Журавлёк, и Сандей. Кого там нет? Да. Самые нечистые птицы пристанищем стали. А там источник веры был. А оттуда православие пошло. И маленькие там школьники, ну не маленькие, прыгают москаляку на геляку. А они не знают, что за этим последует. Ты хотел это, и это и получишь. Мы говорим, кроме любви Божией нет оружия другого воевать. Тут мне священник задаёт. А вот этого убили музычка Александр Белый. Ну, на нём около 20 российских военнослужащих он убил сам. В ТР подбитый. Ну, оттуда его награду имел. А вот вы бы смогли с ним общий язык найти? Я говорю, а мне даже искать не надо, я такой. Мы как родные братья бы встретились. Я с 5 лет готовился террористом быть. Отомстить коммунистов. Вот видишь, как Господь делает? Ружьё, ножи, полозы. И музычка эта, как будто я вместе с ним рядом. Если его скованного руками дважды стреляют в сердце, значит, кому-то он мешал? Да нет, сам он. А? Сам он в сердце два раза. Прямо в сердце. Это ясно, что он досадил его. Ну, а вот вы могли бы из Бандера в самихах. Я ещё не пойму никак Степан Бандера. Почему он вредный-то? Он сидел в фашистских лагерях, в тюрьме. Он потрёт свою родину. Он по-своему это понимает. Он желает блага. Вот какой-то недавно фильм смотрели. Он староста деревни. Ну, его советские там где-то и чекисты трепет. Он говорит, проклинаю и ненавижу вас. Вот это поле моё поле. У меня всё росло. Я жил, люди жили. Сейчас один бурьян есть. Вы ничего не можете делать, только разрушать. И мы это видим на каждом шагу. Был бы я не верующий, даже говорить не надо, я бы туда ушёл или туда. А Бог есть, я склоняюсь. Праведные суды твои, Господи. Ты по справедливости наказываешь, выразумляешь, чтобы человек познал твою волю. Ибо эта жизнь мгновение мигнул и уже на той стороне. И поэтому с чем мы предстанем? И вот эта встреча у отца Кирилла Сахарова в Москве, она была как предузнана. Сколько пришло людей, которые заказывали книги, священники с Киева. Один, Канабасов, тоже, наверное, увидел. Я выставил. Я ему говорю, это 36 лет назад мы у него были в гостях. Он сейчас священник, хороший, говорят. Ну и везде. Андрея Кураева не нашли, где-то его не было. Ну, значит, обратном пути, может быть, встретимся. Свой путь человек не может управить. Вот мы всё сделали как надо. Взяли, заплатили. Паспорта нету. Три недели проходит, ни звонка, ничего нет. Мы оставляем человека, племянник, он дежурит. Приходит в визовый центр в Новосибирске. Нету. Здесь приехали, кое-как узнали, где находятся, в посольстве. Отдайте паспорта, я не прошу ни визы, я ему говорю ничего. Отдайте. Верните. У нас главный Шенген. Десятки государств. Это отда Англии. Нету. И всех на ноги подняли. И вернули. Вернули паспорта, и мы возрадовались. Господи, от какой билиты нас избавил. Мы даже знать не знаем. Да. Да. Это Бог знает только. Никогда не надо настаивать, если мы молились. Догадайся, что он там точки ставит. А это пароль. У него мощный какой, смотри, проворачивает. Это у него будет, да, беда махать? Это Елена-то как она там, в Донецке? Да бедные страдают, что бомбят их там. Муж и дети это живы? Ну слава Богу, пока живы все. Сын на поле где-то, она молится, только помогите, помолите, чтобы его не убили. Дочка отправляет в университет, молится, решила дома пусть сидит. Какая жизнь. Все, в Киногорсе смотрели, как воюют, а сейчас, говорит, нас, говорит, долбят со всех сторон. Мирослава-то вон текст какой прислала, письмо какое прислала. А это кто прислал? Это Мирослава, я сегодня ей написал. Я говорю... Данные ее, уже совсем нету. Вот, как говорит седьмое участие. Я только села, чтобы написать вам. Сережа, это зависит какое время. Я в четыре часа должна идти смотреть внука. Я вот что хотела написать. Я разговаривала с отцом Алексеем из прихода Байфорд по поводу приезда Игнатия Тихоновича. Он сказал, я его не знаю, а приглашать человека, который не знаю, не могу. Что касается нашего разговора, он в силе. Если они будут прорежать в Весул, пусть заезжают, они смогут у меня помыться и покушать, отдохнуть. Но я в этом городе не очень давно. И чаще бываю в монастыре, чем дома. Даже своих соседей не знаю, как знать. Поэтому не знаю, кого можно пригласить для духовной беседы. Меня не будет дома с 8 по 15 июня. Как раз мы там проезжаем. Я буду в Васе Анчат, в Русском монастыре. Я вам напишу... Телефон монастыря, да? Телефон монастыря. Телефон монастыря. Может, они смогут посоветовать, куда можно поехать для правохода. Мать Анна. Этот монастырь находится в 100 километрах от Парижа, от меня 270. Храни Вас Христос. Еще не надо все ясно. Еще они не нуждаются. Может, он ни какие пряники нас туда не заманул. Одна зашла исправникова фамилия. Там... Я не знаю, кто их родные или кто. Он сам говорит. А, муж. Не муж, а отец у нее француз, говорит. А мать русская. И говорит, надо вам восьмого быть, когда на Троицу много будет народа здесь приедут. Ну, не знаю. Для нас главное это национальная диблиотека и встреча с русскими людьми. А они спрашивают. Они не знают. А раз не знают, встречаться не надо. Да Господь-то послал мирно. Идите по всему миру проходить. Никто никого не знает. Как это? Я его узнаю, а потом буду с ним разговаривать. Да через говор-то я его и узнаю как раз. Как вы меня узнаете, если не видите? А я явился во всем оружии. Павел, ты не нужен такой. Пусть о тебе кто-то скажет. Павел говорит, нам не нужны одобрительные письма. От кого-либо не было. Потому что вы считаем мое письмо. Если я сам по себе тебе не интересен. Он Никита, если игумен в Финляндии. А мне какая разница? Человек мне интересен. Который ни перед кем не смоняется. Несет Слово Божие. Моему народу интересен. И поэтому все разрешения мне не касаются. Вот это понимают мир. Мы на 28-й назначили у них. Много я уже сказал. Хватит наверное? Да пока хватит. Подготовить, постирать. И с машиной. Вы там кабинку закрыли? Что с машиной получили? Ну, брат за кого? С машиной получили. Маски поменяли. В улице отец Кирилл там говорил. Ну вот пришлось в Москве побыть. Ну для меня я думал два дня если там будем. Мы приехали в пятницу. Что я буду делать? Я отхожу и, ну просто, остановлю. И вдруг такой распорядок довольно плотный. Беседа, встречи. Утром, вечером в храме сказать. Все, родная стихия. О, хорошая проповедь какая была. На берсеннике. В храме, да? Да. Вот сейчас остальные еще здесь мы скачаем. Еще четыре. Я на это на... Я пойду сейчас приведу ураганчику показать вам. Чтоб он вас увидел. Ураган. Ураган? Сейчас на меня, блядь, он на камеру. Камеру не любит. Страшно не любит. А вот что-то им не нравится. В прошлом году это впервые я заметил. Я его снимаю, он лает на меня. Вежи, смотри, вежи. Чтоб он не увидел. Он там спит. Это враг. Он взлетно кидается и перекладывает руку. Ураган. Да у меня змеет. Ну понимаете. В хозяин его идет и поддает собаку. Я говорю, зачем ты поддает и подходишь? Да я знаю там собаку. Ураган. А вот кинолог. Вот он нам видать. Чемпион России. Ураган. 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 Ну он молодец какой. Понюхай. У нас там маленький. Вась, Вась. Нормальный. Вот так. Положите так. Вот так. Выраган. Ой, там только хвост. Вот сюда вот. Да, положи. Вот сюда место. Вот так. Вот так. Молодец какой. Молодец какой. Вот он. Замечательный песик. Он никого не укусит. Может воды ему попить надо. Пить хочешь. Вот пить. Да пить найдет. Ладонь. Опа. Ладонь. Попройте мне доску вот эту вот. Сейчас. Чтобы она вперед, а вдоль лежала. Попройте. Там душ. Там душ. Сейчас я вам выведу. Это Сергей показать, что будет. Так. Ну вот. С кем мы едем. С кем мы друзья. Мы совершенно спокойно ложимся спать. Никто ни с какой стороны не подойдет. Даже заяц не пробежит. Так. Вараган. Это будет? Нет. Нельзя подавать. Давать нельзя. Положите где-то. Никто не имеет права давать. А все. Ну. Все. Теперь какие команды. Сидеть. Ну-ка. Теперь не удержаться. Перед искушением. Давай маленько пока. Оп. Ну. Лежать. Лежать. Стоять. Рядом. 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 Я иду назад. Ну-ка рядом. 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 Да молодец какой. Да хорошо рядом. На. Сешь. Так. Понюхай. Топ. Еще что-то замодничает. Ну ладно. Сидим. Сладенько. Сладенько. Рядом. 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 я тебе дам на хорошо лапу дать он должен получить награду зашли кормить хорошо лежать хорошо лежать слушает лучше больше не надо его а он его любит он и был бы это самое прикормлю так я вам сейчас выведу и мы подготовимся скупаться вот это вот надо заведеть все я проведу первого дня меня до сюда дошлет из донбасса на раз к обеду там после обеда так примерно да слава богу сына тебе хочу поговорить башка батюшка не слышал ну мы находимся у сергея болящего в этом воронеже мы едем где-то уже после обеда будем шахта но дальше прямой наводкой северной осетии и грузии не будем только только заедем и сразу уходим мы много потеряли время вчера только получили этот каста визита там ничего нету число не проставлено в этом и документе и все глупости просто там что-то другое пока не знаем что проще всех ответила алёша устина говорит они испугались игнать и посмотрели как одеты скажут потом бомж решил остаться в англию но мы довольны мы молились когда мы молились только господи верни наши паспорта ни разу не просили дать нам визу сейчас все припоминаем мы все у нас благополучно ставка где была там прекрасно приняли здесь тоже ну все отлично а кто подошел да все пришло уже мы загрузились идем до заграницы сейчас отвечают на англию а мы то не что сша есть сейчас когда впервые исповедился и причастился и вот как бы у нас с тех пор тоже с казачеством это тоже связано вот тут вот через порт я пришел в казачество потому что начал участвовать в соревнованиях среди казаков и через казачество я отчасти это уже пришел в голову духовного рождения какого мира причащаться исповедоваться вот так вот вот смотрите интегров для вашей жизни я вам скажу напишите столом 118 165 стих 164 164 164 dx 165 175 22 23 23 24 И семь раз я возносил бобу руки В конце поднимал Услыши, Господи, это наш народ погибает Для меня это не Украина Это мой народ, мы один народ Я хужен, вот Володя стоит рядом Пащенко С кем еду? Сав Щенко Жена Антоненко Мы с ними, мы не разные Мы один народ Это сатана старается разделить Америке нужны наши ресурсы А не мы И очень плохо воспринимают Всех этих националистически настроенных Бандеровцев, все бандеровцев Неонацистов И когда они приезжают, начинают захватывать Там уже наши здания То их просто сейчас уже собираются Ополчения среди людей Многие православные тоже идут Не надо этого делать Это ничего не сделает Вы не забывайте, в 45-м году Которые там были, того обряда И патриархию загнали Это вообще не идет За что угонят Мы должны в себе найти это Правильные суды твои Господи Седьмикратно в день Прославляю тебя За суды правды твоей Я вот за что прославлять должен Суды его это идут Божьи И нам нужно... Ну хорошо, православные войны Они могут, они есть Они могут существовать Не могут Ну а как, если человек Допустим, затрагивает Православные войны Вы больше не спрашиваете? Никак Я сказал, и все Влюбите врагов ваших Не может быть, это обман Я вам сказал, вы живите По-своему, идите Убивайте, умирайте Вы спросили, я ответил Я никогда не спорю Это прошло Держище не должен спорить Спорит тот, кто ничего не знает А кто знает, он возвещает истину Я вам возвещаю Вложение в свое множество Кто ведет в плен, сам ведет в плен Кто убивает, сам будет убить Считайте 13 главу откровения Вы уже обречены на смерть Вы не доживете до 50 лет Если будете так рассуждать За кулисами Круг свободы Обещают народу свободы Что же делать Скажите, мама Русь святую Это уже его клип Он говорит, смертью Снял клип этот Это он сам Это урода Да Да В лыр повторился 17-й год Небесная сотня Выстроилась в ряд Глаза и горят Отлучение хотят Думают русских в крови утопить Дерзают об этом Бога молить Но Бог их не слышит Ведь он говорил Чтобы врага брат Как брата любил За кулисами Кукловоды Обещают народу свободы Что же делать Скажи мне, мама Русь святую Верни Тобама Он сам поет Держу, он снял Такую фигуру Что же делать Скажи мне, мама Русь святую Вмутит Тобама Вот эти дедушки готовятся в бой Другие патриоты Но клянили шпаной Что ж, братва Так братва Нам не привыкать К тому, что вряд Все готов оболгать Но так случилось Как повелось Что русские духом Как горли кость Их нужно поссорить Их нужно стравить Веру уничтожить Русь остырнить Свость искажает Лица бойцов Готовых отдать Жизнь героев Юнцов По обе стороны Такие есть О горе Над родами Руси Чет честь Брата Брата Свободы Что же делать Скажи мне, мама Русь святую Скорей Тобама Брата Брата Идет с лопатой Эти твари Смеются в штатах Что же делать Скажи мне, мама Русь святую Мутит Тобама 20 лет промывали Людям мозги Что русские Не братья нам А враги Когда капук янки На землю стукнет Тогда будет поздно И каждый поймет Как заблуждался Как жестку бил Родину бросал Я-то убил Его Волны полет Волны полет Сатана ловит всех нас на крючок Встань с нами в строй Получи значок Уже поклонились Копытам и рогам Место фашистам Только в аду Нет оправдания Ты, брат, приду Бесовская прелесть Сразила тебя За тобой, брата, ад Замкнут навсегда Совсегда 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 Ну, вот так вот Слова-то хорошие у него Слова, он же поэт, он сам пишет и стихи, и музыку Нет, это знакомое, я же тоже этим занимаюсь Писал, да Куда душа его ушла Ну дело в том, что оружие так и не взял он в руки-то Ну это достоверно уже, точно Да, и фотографии есть Он даже, по-моему, где-то в Подряснике там был Я Игнат Тихоничу говорил, что это беседа Или беседы, точнее Произвели на него впечатление глубоко Беседа была, да и очень-очень произвели Он проповедовал вот Брат за братом, чтобы оружие складывались Понятно, вам просто роминг, надо было сделать такой Не делать, они хотя бы кто-то, не я, они бы сделали Я бы в этом поучаствовал Но я не могу На меня деньги перевели Он уже находит в сентябрь Телефон мне кто-то подарили, я знаю кто Деньги на меня, батюшка там один перевел У меня нет ничего Совершенно ничего нет Поводок чужой собак еще, сапоги чужие Силы-то есть А? Силы-то есть Силы Силы есть Силы Духовные силы, мощь А мы не о физической силе, а о этом мы никогда не будем говорить И вот берем, он никак Но при напору не смог поставить Поэтому нам визовый центр везде И вот это что нам отказали где-то Это все от Бога Отец Кирилл и Сахаров А, это не митрополит наш? Нет, нет, нет Отец Кирилл Прямо там храма Христа Спасителя Там много мы снимали Рядом ходили на раму Те, которые спорят Когда я их говорю, проходит какое-то малое время А не вот это вот Вот пожалуйста А я для этого и выставил Тональность-то уже другая По-моему, что бы он делал, ничего бы не было Все делали, как я уже говорил Ничего Подыскивается Молочь О, слава Богу Получилось? Ну да Сейчас я приближу тут немножко Спробую Так вот Так вот Свет такой Вместе сторону подержим Наоборот Вот так Хороший Сохраняет Ну нет Так сейчас видишь? Вот сейчас вижу О, слава Богу Ага Так Вы, Александр Сергеевич, как-то просили, что дорогой встретите Так только мы не сказали Где именно? В Кропотке, Игорь Михайлович Так, Виктор Николаевич Запиши Как это в Кропотке? В какое время мы поедем? На вас как-то надо дать сигнал, чтобы мы там были А вот я так посчитал Вы в шахт когда выезжаете? Мы завтра утром рано отсюда выезжаем В шахтах мы уже после обеда должны быть В обед-то После обеда в шахт В шахту вы сюда будете идти где-то часа четыре Ну вот значит Дальше у нас остановки никакой нет Только вы если встретитесь Мы встретились Ну да Записали Вот Шах как вы идите Вы мне смс-ку сбросите на телефон? А как? Говорите телефон Виктор Николаевич записывай Давайте Говорите А я вам и отправлял же вот недавно про Николая СМС вы не получали на ваш телефон Конечно не получал Я в пути Ничего нету Давайте Подойдите Покажи, что мы с кем разговариваем Около меня голосу А я по голосу слышу Вот сюда Сейчас он подойдет Вот посмотрите Я по голосу его слышу Вот Не видели? Вот Это старший воспитатель у нас Он как раз за главного режиссера И все записывает Пожалуйста А 906 43 12 СМС Хорошо Александр Сергеевич Ну 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 Я по голосу вас видит Вот Мой себе Господь благословит Сегодня Думаем тут побыть Ну Нигде мы так Зря не останавливаются Везде там Встреча с людьми И тут Встреча она меня Как со многими Заменяет Тем более мы неожиданно Заранее сообщили Потому что сами Ничего не знаем Как Где будет Мы теряем уже Все что было Сейчас и где Надо пятого входить А мы Уйти Ну По крайней мере Мы уже движемся на юг Играйте А паспорта Вы свои Вот только одно Получили вчера Кое-как вырвали Вырвали Я уже не знаю что делать Я вчера только что Паспорта вырвать Я на 9000 подарки сделал Полностью Посадите потом Тысячу Это Два месяца Мне надо сделать Для меня это в радость Я Сделал подарок Таким большим начальникам Верните паспорта Я уже Я ни о какой визе Ничего не говорю Потому что без паспорта У меня нет шенгена Вообще ничего нету А Вернули без виз Без виз И нашли причину какую Ну причина конечно Смешная Будто мы не поставили там Дату И Средств Которые у нас есть Недостаточно Чтоб мы там 10 дней жили А мы все там Дня 4-5 Две тысячи евро Не хватит на 5 дней Ничего смерти то Кто там получает Такие деньги то Больше ничего нету За нами ничего нигде нету За какую-то Петчатку Штамбик поставили Я думаю что это Что-то еще Это кто-то где-то Поет хорошо Это Свобода Голос свободы Это тоже К ним относится Да Ну это да И вот Мне встречается Один человек Я его знаю Черников Александр Тихонович Корреспондент Очень хороший У него статьи Для слова божьего Нету Между небом и звездами Меж колосев и звезд Я даже Возле вокзана Встречался Мне говорят Радиостанция Свобода Против вас заказала материал Я говорю Против меня Масонская организация А как я им помешал Не знаю Он такой талантливый Удивительное дело Уже недели три Пишу Ничего не пишется А он у нас был Он знает Хорошее отношение За деньги Решил Я говорю Эти деньги Гарба Встанут Сашин Ты нету И вдруг Он где-то занял Не расплатился Ему счет Он бросил На детей Убежал На сегодняшний день А вы как-то рассказывали Да Вот такая штука Поэтому На что-то замахнулся Ох-ох-ох-ох Про таланты Это вот здесь Описано хорошо Это тихотворей Которые Нет Я привез книги Сергею А у меня нет этой книги Она кончилась Просто нет Очень хорошей Очень хорошей Вот это у меня сейчас готовы Четыре тома К изданию Стихов По 800 страниц Никогда не издать Я нынче пошел узнать Как Один экземпляр Я говорю Давайте хоть сто Один только издания Полторы тысячи каждой книжкой Ну да Это чем меньше тираж Чем дороже Потому что главное Это матрица Вот там А цифровка И я вступился Ну для богатого Такого человека У него Это что значит Четыре тома Девяти Куплетных Стихов У каждого эпиграфа Просто Есть и бог Вообще нигде нету В мировой практике На каждой строчке Вместо писать Откуда взятое Чтобы прошествовать То время Это решить Разгибы надо Открыть И там Двойной Второй Подтекст Так называется Экстраболятся Собыхи во времени И конкретно Слушателю Который считает Это Мне Они называются В проповеди Стихах Но Первый Второй Третий Четыре 800 страниц И в каждой По 160 Полных страниц Во весь лист без обрезки Светных фотографий Вот это Молодой Видите Почакай-ка на Сереже А вы на Берсеневке Три дня были Читали Приходили люди Очень А то Они как-то сделали Опубликовалось От Евгения Он приезжал В Челябинск На встречу Совершенно незнакомый человек Но Вот Сергей Тут свел его И он там привез Понакупил всего Еще и доллары сыновные Вообще Удивительно Какой народ И он берет вот эти ролики И ставит Ну Жалобы Плохого качества Я говорю Другого нет Тогда больше не посылайте Мы без всякого ужатия будем ставить Ну нет другого Чтобы хорошая аппаратура Это миллиона полтора надо Вот это вот носят они По 15 килограмм-то Огромная такая Ну а что спрашивать у нас Он Мурница Всегда Всегда Выдвигает Вот так Наши фотографии Разбиваются А вы теперь на меня На меня посмотрите Я с вас доказал Вот так Смотрите Я лежу тут У меня собака рядом Я себе привез показать урагана Ну хорошо Купил Конечно Показал Не дай мне Угостил Угостил Ура 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 что самые лютые враги мои. Я все поместил, что обо мне они говорили. Поместил. Я уважаю своих считателей. Они должны знать, что есть такое мнение. Да, да. У нас ничего... Я, конечно, не думал, что у нас будет такая ставка, куда мы сошлем книги, как в прошлом году в шахтах Ростовской области. Сильно хорошо было. Они отдали гараж большой, сухой. Сами люди. Он приветливый. Ну, там все есть. Ну, бывает один раз, но не все время. А нынче приехали к совершенно незнакомым людям. Один к нам расположенный человек, его фамилия Булкин, ну, я называю этот хороший у нас, Димитрий. Он в Калининграде. В прошлом году перед самым отъездом у меня нет денег. Отъезжать-то. Не хватает там столько-то... Ну, допустим, 150 тысяч. 50 как-то наскреб, а 100 нет. И вдруг он ночью уже недавно осталось. Заходит, а вы деньги примете. А кто-то такой? Я говорю, я принимаю только тех, которые 100 процентов. Не 99,9, а 100. Верят, что я не потрачу, не проем, не пропью, не проблужу, не проезжу. Да я даю. Ну, 100 тысяч перенес сразу. А я иду и думаю, 100 тысяч это объемно. Как укрятать там? Хорошо бы если по 5 тысяч, что-то по 5-5. Ну, впереди выдают кому-то 7 тысяч. Она на меня взглянула и гляжу, давай 5-5 тысяч. Сколько надо ровно высадить? И какие я хочу купюрами, такие любовь дают. Что, я должен все до случайности скинуть? Да слишком много случайностей. Слишком много. Ну, еще один тоже узнал, что я до этого писал о нем. Вообще не знаю его даже. Он не словно не валяет 10 тысяч кинулся. И где-то живет один, не знаю, где-то около Москвы или где. Это у Бога. Я для Бога, Бог для меня. И я уже переуезжаю. Он говорит, у вас хоть карта какая-то есть, но... Дороже. Я сразу мне сообщает, если какая-то там авария, или ножи вы не деньги. Маленько пойдет, прям на дом еще один приходит ко мне, так вы уезжаете, чтобы вы знали, что мой телефон у вас есть, в случае чего сразу звоните. Понимаете, я ни разу не обращался к таким... Я не прошу, но приятно. Приятно, что у меня за спиной тыл, если даже что-то случится. Со мной... Вот это я разговариваю такое, а когда я еду там... Понимаете, я везде зажимаю. Как зажимают? Они свободны. Но опять они на меня, и они подражают. Лишнего не съесть. Там... Ну что такое? Они купили там рыбу-то, а я не ем, потому что у меня денег нет. Я живу с одним, он сливки покупает брат, а я не возьму, у меня денег нет. Так как это можно? Для меня это как раз, что ты меня судишь? Я их не беру, я не беру. Мне приятно, у меня все есть. Приехал гость, а то Татьяна Ильинична заботится, что будет приготовить. Он спрашивает, что? Вот уж гость мученик, ну не мясное, не годошнее. Девен Господь. И вы меня подвели. Вот. Бог так все это устрояет. Вас я никогда не знал, как он на меня вышел. Приехали, вас дома нет, мы с соседями познакомились. Так? Да, фотографии я же смотрел, красаводи. И как соседи теперь там? Ну, знаете, вот как бы сказать. Поначалу, когда я с ними общался, ну пытался как-то вот собрать, поговорить, ну все. Никак, да? Но они приняли нас хорошо, дали воды, фотографировали, составили вам книгу, я их наградил книгами, я еще могу больше сказать. Я дарю не деньги, я дарю самого себя. Это мой интеллект, я 55-го собирал. Я остаюсь с вами. Ага, вот, смотрите, вон там он стоят, видите, наверху. Вот. Ваш телефон. Мой телефон. Я не могу брать деньги высчитывать, пусть звонит. Я не могу отвечать, потому что на одежде у меня деньги высчитывать, а у меня нет. Я подключил, подключил, я не могу, Обойдешься. Моя планета, что, с первой минуты я плачу, сейчас я дарю, я попробую, если вы ставите вашу, застану. Мы там взрываем, а у нас уходят НТС, и не особо летят. Ну, значит, связь надо поддерживать. Или вам звонят? Лежать. Нет, передай, я встану, он просто схожен. А возвращаться будете через Белоруссию? Возвращаться будем мы, видимо, можно даже через Белоруссию, из Литвы выходить будем. Но из Литвы, когда из Сен-Ляне, если все благополучно будет. Но тогда мы можем пойти, попутно зайти еще раз в Латвию, через Эстонию выйти, если еще какие-то останутся, в Санкт-Петербург. Но если через... Вы хотите в Калининград зайти? Не знаю еще как. Хотелось бы, но он сказал, не нужно. Он сам ездит по Теревку. И он поехал, не сказал, неизвестно кто звонит. Поэтому еще бы отвечал, неизвестно кто. Он хочет приехать, потеряю из Калининграда. Из Калининграда он приехал в Калугу, ну, Калуга там сельская местность, и они там 12-метровый морской контейнер и так приготовили, что когда я думал, что вообще невозможно, как у нас было, так это нисколько даже не хуже. Настолько там хорошо, совершенно много людей знают. Больше свободного места стало. И даже много осталось, надо разложить, потом отдельно и коробки когда кладем, и там продукты, они крючки сделали, ну, ты что получишься. Ну, ураган. Фу. Вот. И хорошо очень. И вышли провожать, жены дома не было, жена просила помолиться. Ну, я вырос, их видим. Мужики, видно, что не обременно... Николай тогда сидит, не переделал под свою спину. Передел. Понимаете, расположение их не сокрыто, оно прямо, они на каждом шагу подходят, еще помочь. начинаем воды надо, они тут банки, далеко дом уже принесли. На коробке начали, коробок не хватает. Я вижу, мужик уже куда-то уехал, везет уже коробки, идет идет. Паковать иди куда. Поэтому, все скажешь, это у Бога все. чудные дела Господни. Ну, не балуйся. Да ты что? А? Ураган. Ураган, нельзя. Он сейчас это может мышку сбить. Да. Тише. Ты головной такой, Подержи, подожди. Сереж, давно у тебя столько много гостей не было, да? Срав. Николай-то Кульщинов уехал, что-то с машиной где-то. Да они масло меняют там. Ну да. Еще не все много, половина, как говорится, по делам. Ага. Так что, Битя, запиши, где вы будете ставить. У нас белая газель. Номер какой? Газель белая, номер, запишите. Т. Нет. Т. Тамара. Да, да. 783 Ага. Т. 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 Тамара, Рима. Регион 22, Алтайский край. 22. А я знаю, что там, 22. Да. Там топит нынче Алтайский край. Да, да. Мы как раз уехали и пошли сообщения, что потоп там. Сейчас вода спотать начала. Сегодня вот в интернете смотрел, говорит, могилу этого Золотухи наш затропил. Он где-то там храм себе построил в деревне. В быстром истоке, я знаю. Ну, да, да. Отец его разрушал, а он построил, да, деньги собирал там. А Золотухи не вообще. У меня есть ролик где-то. А я смотрел. Он ко мне приезжал, у нас был просто где-то. И я говорю, из-за артиста ни за кого не считаю. Он, знаете, так это только что. И вот он что-то начал говорить и так захохотал, прямо с присядкой сел. А говорил, у нас храм, я говорю, что это такое с ним? Ну, да так, если он так, да так. Да вот, построил храм, я говорю, нужно смотреть, что в храме, души нашей, а не это. Ну, как же, храм построил. Никакого отношения не построил для Бога. Если ты в блузе, живешь, неизвестно от того, и на... Храм строить надо в себе начинать. Хоронят нам, а три жены рядом сидят. А мы вот это, а, то ли как ее, Ирине, то он все подписал, а жене на законы ничего нет. Ну, это его, конечно, все это дело там. Ну, не фактурный артист, так сказать. Я понимаю, вот был этот Дедюшка Александр. Тихонов. А? Тихонов. Ну, а Тихонов вообще. Или вот этот Лавров был вот там. Божьей милости, можно сказать. Понтий Пилат это последняя роль. Да. Последняя роль то Понтий Пилата играл. Да. Вот этот, этот, Ульянов, Ульянов, он играл, великого реквизитора. Показывал как это, это вообще. А это какой? Он, я не знаю, почему он, он как будто выиграет на запах. По-своему выражаясь. И он у меня был там с фотографией, вроде бы, сказать. А вы сегодня выезжаете, да? Завтра. Завтра утром выезжаете? Завтра мы даже выйдем очень рано. Ну, рано для нас как раз. Вот на восток-то ездили, у нас отбой всегда в 10, а подъем в 2. каждый день в 2 часа уже ночи тронулись. У нас 13 дней мы были пути, по 1030 км в день было. Мы должны каждый день более-менее 5 мест посетить городов и сел. Вы когда поедете по М-Дон-4, вот пойдете по этой трассе, вы на Тиховец город будет, должны уйти влево, на трассу Ростов-Баку, а то если пройдет, проскочите прямо, пойдете влево, когда приблизь. Ну, это на Владикавказ же идет, да? Как раз. Ростов-Баку, да, трасс? нам туда же на этот верхний Ларс нужно выйти, таможня. Да, но это, но вы в Владикавказ не зайдете, вы маленько правее сюда уйдете и пойдете. Там 2 пропускных пункта, но лучше чрезвестней Ларсу наезжать. Потому что он сейчас работает круглые сутки, это раз, а тот только работает до 12. И, что удобно, здесь быстрее обрабатывают, и там вот та дорога старая, она похуже, там, если через Карачао-Черкесию ехать, там получается, оно как бы срезает, но там сама дорога проблематичная, и проблематично само проход через границу. очередь большая. Там местные едут сельские, лучше червец лавц. То есть Тихорецк проезжаем и влево, да? Да, и так указатель будет, вы подъедете, и так левее, левее пойдете, прямо пойдет на Краснодар, а вы левее уйдете по трассе, Ростов, глубоко. Хорошо, понятно. вы на каком месте, где будете, когда будем ехать-то? Вы же... Ну, мне так рапутки на два часа ехать, вы выйдите, я поеду. с шахт мы сбросим смс, например. Вы как будете на машине, как узнать, что вы именно встречаете? Или с этой дороги будете просто... Я вас найду. Нет, нас не найдете, у нас, мы идем в среднем 100 километров и мы просто помелькнем. Нет, вы по агентивности так, как Кропоткина пройдете, за Кропоткиным я буду сразу стоять, буду стоять на серой машине. За Кропоткиным, что более подробно. За. А так на серой машине. Кропоткиным. Какая машина, какая у вас? Буду на ДУНХС, С, номер, 900, С799ЕН. Я запишу сейчас. А, тут на это же можно, наверное, уже. Так, уже замоком. Нечто до конца все, как тут погаснет. Игнать Тихонович. Так, машина еще раз скажите. ДУНХС. Так, как ее? ДУН. Да просто ДУН. Напиши, брат. ДУН, да. А, С. С. Семь, девять, девять, Е, Н. Семь, девять, девять, Е, Н. Е, Н. Э, Н. Е, Н. Понятно. Игнать Тихонович, подскажите, чем вам в дорогу еще, что нужно? Ничего нам не нужно. Мы полностью обеспечены. Только что помнили молитву, чтобы было так, как угодно нашему Господу. Да. Мы просили всех помочь везде, чтобы вернул Господь наши паспорта. Прямо так нам в литве говорили. Я визу не просил ни разу. Ни разу. Как тебе угодно, Господи. И когда они отказали, мы в паспорта-то пролистали, нигде ничего нету у троих. А рядом-то стоит, который нам помогал, он с переводчиком. Он просчитал. Там ничего нет. Причина-то какая-то. Число не проставлено. Это смешно даже. Число, наверное, в документе. Ну, ясное дело, что не в этом дело-то. В Англии вообще проблема. Они даже вот берут паспорта. У людей уже билеты на самолет. Все, самолет улетает. А они неделя пройдет, а мне потом эту комбинацию. Мы посмотрели. Вот мы сидим, а такие ящики, ну, допустим, полметра на полметра и высоты полметра. Кубические. И они завозят на тележке. Пройдет в час-полчаса еще столько завозят. Рассмотрение визы. Вот мы были в Новосибирске и там написано представительство Дании, Швеции, Швейцарии. Там перечисляют на Австралии, где... И зашли в зале два человека. Я говорю, где же Великобритания? С торца. С торца зайти невозможно. Прихожка шлюзы забитый, на крыльце и на улице народ стоит. Людям хочется попасть в этот туманный арбион. А там ничего нету. Ничего. Остальное государство. Ну, разговор везде идет. Сейчас в Шенген очень легко попасть. А эти... 104 вопроса надо было ответить по-английски. Где отец работал? Где... Я был ли в военных структурах? Был ли милиционер? Ну, что, вы знаете, кто идет? Участвовали в террористических организациях? Были ли какие-то... То есть, когда к ним туда приехал, на водители с вами мосты, да? Если участвовал, то... Я все ответил. А вы-то начитывали архипелаг ГУЛАГ. Вот они... О, нет, я-то не знаю как. Ну, там-то они как раз и тогда его не против были. Архипелаг ГУЛАГ и Гласа Смерти приняту власть. Говорят, империя лжи и зла. Ну, я не знаю, что у них там было так. Я думаю, вы ничего не знали. И печать хлопнули просто так. Это от Бога. Мы молились, слишком много молились. Молились и днем и ночью, и молились об этом мусульмане, православные, сектанты, вортисты, священники, архиереи. Все молились об одном, чтобы Бог вернул паспорта. И была его воля. И это воля Божия. Отказ на нас смотрят? Ну, отказ. И когда мы оттуда вышли, я позвонили в консульство, в посольство Великобритании. А я уже там был. Так как? Отказали? То есть никто не думал, что отказывать, когда мы по всем признакам должны первое получить. Но отказали. Почему? Более Божие. Мы не должны там быть. Из-за этого что-то скрыто. А что именно, я не знаю. Мы не начали. Ох. Смотришь, мы попадаем. Сейчас. И уже выстрел с Димиром. Вот. Вот. Я говорю, Маскаль. Я говорю, Маскаль. И он от патриархии. А там филаретовцы его в номере. И вот этот на Леонов на меня вышел. Это первый вопрос был про что-то такое и филарета. Филарет рожал. Он простой монах. Ну и пусть бы был. А филаретовцы, как называют, кто его прислалил, вот я не могу ничего сказать. Но из-за этого человека не могут уже все погибать. Я мягко так веду. Но он-то, что ему стоило посовериться? Охота порубить, по власти быть. Его обличали там женщины, которые там, дети у него, будущим митрополитом. Да бог его знает. Ну, это в журнале Огонек, Александр Нежин все описывал. Меня это совершенно не касается. А одно, знает ли он Бога. Но, к нему при счастье я бы не пошел. Это точно. А почему? Внутренний голос говорит. Не то. Не то. Если бы никого не было, а я один где-то на границе, и у Католика причастился, но не у него. Выставляю ролики, вот за три дня уже до трехсот просмотров. То есть, есть ролики, которые уже около трехсот. Ты смотришь, брат, ролики? Да-да-да, смотри. Да, все время. Раньше я страничку не пропускаю, посмотрю там, а то по ошибке и там ошибки бывают, каждый день слежу, а то тебя посмотрю. Люди ждут, я же выставляю, я же тоже слежу за этим, и люди прям ждут. Я прям только выставляю, в течение 10-15 минут уже прям раз человек в 40 набежало. Вот да. У нас вот эти беседы вчера за столом были, вчера, в воскресенье, пропаде в храме, я тебе вчера говорил, пока этого еще ничего нету. А я прочитал в интернете, что на Берсеневке вы три дня были. На три дня, четыре. Мы пятницу пришли, суббота, воскресенье, понедельник, четыре дня. Руба ведь в храме готова, я прям сейчас ее выставлю, нажму опубликовать, и она будет сейчас в интернете. А битва там что-то работает. Посмотри, встреча была очень интересная, они вытащили столы, вынесли столы, сиденья, и там много людей было. И отец Кирилл стал говорить речи не как-то о нашей деятельности. А я со стороны, вот, видишь, облегли меня в этот. Стихарь. 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 Я все это, вот сейчас я выставил, этот в YouTube можно смотреть уже. Я посмотрю, я сейчас потом. Я сделал заставку, он написал «Православная миссия Европы 2014». Вот на всех роликах вот такая газелька будет, значок такой на всех видео. А вы камеру взяли с собой же, да? Две. И два фотоаппарата. Они еще были вооружены в два раза лучше, чем в прошлом году. Слава Богу, формально больше. Ну, вот так как жалоба идет на качество, слабое, я думаю, что посылать больше не будем. Дождемся, когда вернемся и дадим. Хотя у нас спрашивали, сколько основного будет. Но регулярно мы могли бы, ну, если здесь, конечно, как-то на кого-то скинуть. Это регулярно вставки, где мы будем, возвращаться каждую неделю. Но у них ничего нет, вообще ничего нет. Это только через эту призму. Там флешку вставляют. А на флеш-карту будете сбрасывать и все? Не знаю. Нет, нет. Нет. Надо было вот такую большую флешку взять. У нас с собой все есть. Большая? У нас с собой комп... Это ноутбук. А, ну это хорошо. Он накупил от одержения, сколько этих... Кто? Клеш-карты. Клеш-карты там, кучу, но накупили. То есть у нас все есть. У нас нет времени. В дороге не сделаешь. Даже часы не зарядишь. Мы не вовремя спать ложимся, не говоря встать. Мы когда приезжаем, у нас боятся даже обнимать, говорят, рассыпитесь в руках у нас. А вы едете... Вы, Виктор, Николай... Все, и ураган. Вы троем едете, да? И ураган. Виктор, Николай, Игнать и ураган. Ураган, вот он мог, Игнать Тихонович. Он у меня лежит, я поднял его. А я хотя бы слышал, он посвистывает там. Ну, сейчас посмотрим. Он у меня выводит на прогулку. А Виктора песни не нравится сегодня, когда он поет, а все вот песни слушаю. Песни Христовы. А все, которые поют всегда... Мы там на Берсеневке пели. Там, посмотрите, я скину все это. Сергей, выставлять на Берсеневке пели там. Я же вот как-то пообщаться не с кем. Я вот в воскресенье прихожу и сразу смотрю, Игнать Тихонович, как раз со службы я прихожу, вы уже ролик выставили. Ну, Сергей старается. Я не ожидал, что так он мне будет выставлять. А его русские тоже. Он выставил. Вот там глава, стиха двоеточие. Все как правило. Богочестивый. Вот. Но пришлось им два дня, четыре проповеди сказать. Четыре. Я, видите как, у меня все время здесь встреча с людьми. Я другого-то ни о чем не думаю. Я уже заслевал, я уже думаю, какой народ примерно узнал, какие люди, а в чем они нуждаются. Как коснуться их. И когда я прихожу, они говорят, он внезапно меня уже ходит в храм, и вдруг выходит. У меня в одном храме было так. Я говорил проповедь, и коснулся еврейского вопроса. Ну, договорились с одним священником, на завтра обязательно мне проповедь. Я говорю, я приготовил проповедь, но народу мало, я не хочу ее и сестра здесь. Она большая. Там у нее крест состоит, я всегда хожу там, поклонюсь. Ну, я сказал, и даже вечером не подумал, ничего. Я сказал-то положительно, о Боге избранности народа. Они, видимо, патриоты, и юдак фоба. А я говорю, я не скрываю ни от кого, я люблю этот народ, я о нем молюсь, я получаю от Бога благословение, я благословляю, чтобы он обратился, познал Христа. А людям это не нравится. Патриот это что? Верь, жидов спасай Россию. Вот это самые безумные слова. И вот они, вижу, я там готовлюсь, садовая служба началась. Одна служительница подходит, батюшка сказал вам, чтобы в храме про евреев не говорили. Я на нее, ты с кем разговариваешься? Ты глянь на меня, говори, вот ко мне подвесить ни один архиерей, КГБ не могло залезть, а ты лезешь туда. Я к пропаге готовлюсь. Но батюшка сказала, сама заулыбалась, довольная. Я вижу, что она сказать-то сказала, посланница, но она довольна тем, что я сказала. И ни одному человеку, я говорю, никогда не уступаю, иначе Бог от меня отменит, отнимет весь талант, который он дал мне. Талант, который я ни на кого, ни на что не променяю. Я говорю то, что я выпросил у Бога, Бог мне повелевает. А вы так уверены. Не надо быть уверены. Я каждое слово подтверждаю писанием. Это Бог. Я не слышу ни голоса, ничего. Но мысль положена. И вижу, священник такой, это не довольный, как вот. Я уже понял, а такое дело, я уже говорю, не только на пропаде, даже за обед не сяду, думаю, в машине сухарей, позже уедаю, и все. Не тут-то было. Заканчивались, служба не кончилась, от него подбегает служка, да, она дали вас в сихаре, батюшка сказал пропаде. Ну, все, все, батюшка. И теперь я говорю, то, что у меня есть, мне не надо говорить о чем. Я вижу обстановку, и по ней говорю, ну, или какие пропаде. И касается непосредственно положения, которое в этом народе. Я не кончал, ни одного класса, семинария, у меня нет никакого образования. Я просто люблю моего Господа. Это главный лозунг. Я люблю моего Иисуса, я вот так люблю, и хочу быть угодным Ему. Вот из этого исходить. Зачем я Николаю говорил, ты идешь туда, тебя убьют. Вот сейчас слушали мы, его убили. Я ему прямо сказал, ты погибнешь. Я же не пророк, а слова дайте, вылетели. Это Бог делает. А то позиции, которую я занимаю, если бы я занимал, я думал, ну, сейчас еще живой был. Это Башкина, это что она говорит? Башкова. Поглон передаем. Брат, тут вот это, еще хочет позвонить там женщина одна. Может, будем закругляться? Давай, давай. Так, Кропоткину скажешь, да? Да. Ну, так это все записывает. И за выходом, за городом там, а вы еще посмотрите, как нам лучше, какие пункты и прочее. Напишите на бумажке. Ага. Все. До свидания. С Богом. Оставайтесь с Богом. Услышимся. Да. Геннадий, сейчас, это, Мирославу, может, позвоним еще. Нет, Жорнирова. Мирославу уже не надо, да, совсем нет. Она сказала все. Я тоже, не обрось, не надо. У меня сейчас даже самое мало еще нету. Мало, если есть подозрение, что человек не очень для такого города поможен, а его нет. Мне тоже не надо. Мне просто неинтересно. Некоторые православные, вначале, там, почему рыжие, все надо, люди, да, зачем мне нужно-то, я говорю, мне в этот же день назначена встреча с католиками, с протестантами, те, которые жаждут. Я нигде не ломлюсь, никогда. Зачем? Он избрал этот путь. Ну, а можно обратиться? Ну, обратиться, слава Богу, но пока этого нет. Вот эти люди, Жорнирова, Нина, они там же живешь, как они встречаются? Так она каждый день, она и... Она любовь слышит. У нее любовь такая, что им не знают. Да. А у нас точат, или стрижит, или так? Стрижит. Стрижит. Могу ли в Европе их много? Это около Владивостока. Ну, вышли в библиотеку, а такая представительная женщина. Ну, просто, а можно я с вами сфотографируюсь? Ну, он сказал, если это, мы вышли, он скажет, а можно я вас посылаю? Я думаю, чучело огорода. Ну, кто, кого-то. Она про себя сияет. Это любовь. Любовь. И для нее нет преграды никакой. И разговоры, там, поношения. Вот, ишь, сколько. Раз, я скажу, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Это уже в пути там машина стоит. Уже один стролик. А с Женей, где встречались, тоже попало? Да. Женя там что-то снимал. Я выслежу. Все в Ютубе можно найти? Канал называется «Во освете Библии» или просто набери Игнатия Лапкина, он один. В Ютубе Игнатия Лапкина открытым окном, лучше всего, она сразу откроется. В Ютубе просто Игнатия Лапкина и все, и она открывается. А можно же не называть Игнатия, просто Ютуб открытым окном, она сразу выбросит. Да. Это название такое библейское. У меня стихотворение несколько написано, что такое есть сон. Именно тайны его, а сна, стихотворение, они очень глубокие, надо просто найти, рассчитать. Это вторая жизнь. И иногда более интересно, чем настоящее. И об этом все Рахов пишут. Когда человек бежит с поля брани и вдруг просыпается и не может надевиться, что ничего этого не было. Это вторая жизнь. Сны есть от Бога, есть от дьявола и отличие едение на ночь. Когда ночью на животе стон стоит и хоботом бьет по носу. Как определять сны от Бога и от дьявола? От Бога только один признак. Если ты видел крест, вот я видел крест, крест распятия где-то, это от Бога. Иоанн Косян так объяснил. Почему? Сатана все может креста показать, а крест не может. У него материалы нет. Он из любви составлен. Если крест явлен был, распятие в руке там у тебя или что-то как-то, не толкует сон даже, а тогда найди духовного мужа, жену, извесни, и вывалил Бога понять. Вот ему на днях приснился сон. Ну не на днях, это было позже. Это вот как бегущая строка по телевизору. Темный экран, белый фон, и там на иврите. Именно на иврите. Надписи, я иврит не знаю. А здесь у меня идет информация, как бы, как я смотрю телевизор, да, и мне мысль. Храм спас и гравий. Все, как правило, предупреждают. Захожу в интернет, смотрю этот питерский храм, Иверская икона позвонил своему другу детства, он в Туле в монастыре уже 12 лет, или монахом. Я видел крест. Крест видел. Огромный крест, он лежит, метров там, длина его железная. Он лежит, но сам по себе это он толстый, как ферма моста. Я на нем, и лечить, у меня забыло камень, и я вижу в какой-то рубашке, зеленая такая, около рубашки, я сижу, ноги с лесом, и вдруг он опускается там, где у нас потерянки рядом, и он опускается вниз, а там солонцы, почва как бы рыхлая, и он в него аж забороздил, вот так вот, и я с него соскочил с креста, и спрашиваю во сне, а что это? Это страдание России. Страдание России, это ужас, он уже сейчас потеет, то поздно будет. У страдания России. Я говорю, почему я? Ты первый пойдешь, в числе первого. Дальше я иду в околок ниже, болото маленькое, и там корпус идет, кто выше вымоет, бутылку. Я начинаю мыть ее, и вижу, что у меня самое чистое, я в это время сзади меня бьет один бутыл, когда ломается и бьет на меня в спину, и в позвоночник втыкается с грязью. Я понял, я заражен, у меня язык отнимается. Я прохожу вперед, иду я, большая сеть на полу, ячейка, я между ячейками становлюсь, и кажется, брат идет рядом, я от этого удара я изнемогаю, пытаюсь на него опереться, у него плечо вниз идет. И только к кококолку подходим здесь, деревья, я вижу, там заседание идет, ну как вот бывает, суд какой-то идет, и сидят. Я сказать не могу ничего, вижу красным помощом стол покрытый, и в священнике сидит Борис Пивоваров, нашего друга, Александр Пивоваров, брат родного, инквизитор настоящего. И я показывал, так в руке сложил, мне причаститься бы надо, а он вот так через стол наклонился, мне вот тебе и причастлив, и дальше будет суд, и у меня все так и будет. Я первый арестован, и дальше у меня начинается исследование психиатрии, вот прямо это, брать пункции надо, этого ничего не было, я знал, что это все будет. И дальше на меня будет церковный суд собираться, и эту роль будет играть какой человек, все так и было. Это сон, который придет, приждал, но так как я это уже знал, готовился, я совершенно спокойно встретил, благодарил Бога. Вот и все. У меня были такие сны, это не нашли лет. В прошлом году я видел сон на святым посту в Ленингах, наверное, или пятая, или шестая неделя, сейчас не вспомню, финальная пятая. И вот Сергей рассказывал, удерживаю свои крестные, прилик здесь у нас, в Воронеже, ну и посещает Амхрат. пособоровался, и вот в ночь с соборования, на следующий день я готовлюсь к причастию, вот в ночь снится сон. как бы я его вижу как вот спортивные мячи, вот спорт инвентарь, в большой сетке. И вот как будто в этой сетке, а это вот земля, планета, это планета. И вот мы в этой сетке, в каком-то темном канале, в темном вообще темноте, и вот я там понимаю, что я мельчайший, мельчайший там, вот где-то внутри, и потом раскрывается река, голубое небо, лодка, сидит старец вот вашего образа с бородой, но вот так вот, шляпа, то есть я глаз не вижу, вижу борд, белая рубаха, не знаю. и вот как вот эти вот, как будто бург вот так из воды, и все. Зелень, это вот я помню. А почему вы обращаете внимание на эти сны? За счет? А вот он запомнился мне, я на другие не обращаю. Смотрите, молитву, я вас отрю, оценито. Здесь сон предупреждающий, о грозной опасности. У меня 26 лет только психиатрия вышла. Со мной щеботом-ка не делали, я весь из головы, у меня руки вывершены, какие мне психотропные средства меня накачивали. И они ничего не могли сделать. Вот сейчас я разговариваю с этими людьми, которые сидели, Глеб Гипулин, Зоя Прохвальникова, это православные исповедники где-то. Всех вербовали, меня не вербовали. Почему? Я разговариваю с Сашей Огородником, в общем, Сибирно известные люди были. Меня никогда не вербовали. Настолько... Я понимаю, это так, что им это понятно, что абсолютно бесполезно, разговаривать нельзя, кроме позора, еще и в этом не боится. был один раз я был в КГБ, я допрашивал, ну, мы говорим, я же, наверное, пускай-то буду. Сейчас не будет. Не надо. Я говорю, что, вы хотите, чтобы я молчал? Да сейчас же, прямо здесь у вас, вот, в КГБ выхожу, на большом крюсе, сейчас буду кричать все, что они говорили. Да ладно, это вот так вот сказали. И больше не никогда, ну, с кого спрашивают? Ну, я вам давайте, да? Да. А вы? А что так подожди, а чего ради вы его кормите-то? А надо же. Ну, потом, я возьму, я возьму, я возьму. Мне снятся каждый день такие сны, целые сказки. И ад снится, и демоны снятся, и там, я не знаю, что тут мне снится. Я каждую ночь снятся, и я просыпаюсь, и на эти сны даже не смотрю. Ну, иди сюда. Уди, иди сюда. Че-че, че-че. Че-че. Подождите, я сейчас уберу его. Руку не тортят. Соседок представить не может, можно фильмы снимать. Нет, вообще не обращайтесь на святые, не советую верить с нам. Так, надо нужно, отключить, скажи, где же, вы окрошку едите? Хорошо, окрошку. Да едят будут. Будут, к вас попить. Так, меня вот этот друг, я его не могу вывезти. Ну, ребята, сейчас уже приезжайте, они приехали, нет? Мне его надо вывезти, я его заблокировал, стягивали их. Поехали, нет? Сейчас, ну, надо позвонить, пожалуйста, спросить. Ваш, помогайте, там, можно будет снять на это место. Ну, тут, кто не зарядил. Нет, ты не кредит. Да возьми, он мой телевизор. Он уже, все, выклинили его, он смотрит только на руки на ваши. Он такого не ел, дорогу, никогда. Легко. не теряли, вы там как? А, там еще какие-то проблемы вывезли? Я понял. Вы там все доделываете, да? Ну, понятно. Марашево. 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 Я все равно. В библиотеке. Говорит, хорошо, что туда приехали, там какие-то проблемы в машине обнаружились, поэтому они еще там, скоро будут выезжать. Давайте тогда стол, я сейчас пододвину. Я вам привязал, я вам привязал, я вам привязал, я вам привязал. Ну, да. Никак не могу приспособиться, лекать, я подвину к себе. У меня, видишь, это как бы непонятная была, я бы легче не могла. Ну, так, по-другому. Вот, Господь позволил встретиться. Познакомились. Я однажды с Сергеем потом познакомились, говорю, что ты этого у тебя, платок-то на голове? А он, я не знал, что с ним, он когда рассказал, я все знаю сейчас, что мы с ним дрожим. И вот, за это начинаешь хунять. С кем-то связался, там, заходите кое, а он никак не развяжется. Так, вторую банку, березки, привези сюда. Не надо, хватит ему одной. Не надо. Побейте с собой в дорогу. Да, подождите. Мы договоримся с ним, я же не вам принесу, а ему. Татьяна Ильичевна. Да, вот ему много. А он будет стоять долго, что ли? Он сказал, это не мега класс, это лучшее средство для площадь, природное. Ты не мега класс, настоящий класс. Нет, а он стоять... Настоящий класс. Наши в башню там мега добавить. Он заквасился. Если сильно тишина будет, маленько, чуть-чуть-чуть, соды. Прямо чуть-чуть. Принеси, конечно, сейчас сразу, поэтому я провожу, возьмёмся. Она не очень такая полная, но такая. Вы не можете, но поможем. Я не возьму, но почему? Вот, я думал, что это будет отрезанное, положено во что-то. Если отрежете, то оно вытечет. Вот это вот сейчас, малечко вот так вот, ну, чтобы не поводить. И не возьму, не возьму. У нас негде даже положить. Положите мне. Я возьму вот этого. Как возьмем? Он начальник? Пожалуйста, вот это вот, который есть, вот эта маленькая, сейчас Европа. Это вытечит всё. Нет. Вытечит, 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 вытечит. Вы потом лучше разрежьте. Никак, дорога у нас абсолютно негде. Не положить некуда, ничего. На столкнике. Никак, нам это в тягость. В тягость, это чтобы раз был. Вот это вот, вы положите, какой-то маленький, какой-то сосудик. а еще вот так и сейчас лапа по правилам не это не стеклянный стекло мы не берем потому что у нас все это рассыпается мы не можем брошу может как раз вошел вести читы как бы что то наказа прошел какой наказ был такой мы все полезны друг к другу следите может что будет но виктор накачал будет здоров мне работы хватит сейчас на неделю я думаю как вы будете в ролике там тоже найдете вы людей которые выставили бы вам не могу сказать в греции мы можем определенно щетка сказать про германию греши германии пусть туда заливают видео в сенате адреса на всех адресах я уже сам заберу в греции могли бы быть я адреса принесу сейчас я помню да значит вот это определенная щетка так теперь это вот из франции это поблагодарить у нее никого нету на днях она ведет монастырь только сегодня никого нету она одинокая и спрашивает нечего а благодарность мы можем вот здесь пошел до свидания золотые твои обычники помогали мне столько до свидания до свидания до свидания увидимся просили а чуть чуть на недостатке так ты что сейчас я сейчас я сверну а не надо я собираюсь со мной Прошло по походу.